всем привет дорогие друзья сегодня 18 ноября я в конье 10 часов утра еду на завтрак в отеле давайте посмотрим что дают в конье в отеле 4 звезды говорят завтрак очень хороший на завтрак я себе взяла 2 яйца оливки и огурец потому что есть не очень хочу но друзья самое что здесь классно в этом отеле это терраса и отсюда открывается будет на весь город дымка стоит и пахнет углем наверное люди топят дома углем отсюда открывается вид на музей мебланы на мечеть в общем на весь город вот такая вот красота температура воздуха порядка порядка градусов 5 наверное точно есть сейчас покажу вам что здесь дают кушать на вот такой вот у нас красивый ресторан кстати в наших фирменных цветах селы и пурпурный фиолетовый на завтрак здесь дают различные виды оливок есть фрукты яблоки апельсины различные виды сыр вот этот сыр из шкуры выдержанной в шкуре я его даже пробовать не буду вы обязательно пробуйте есть и грейпфрукты различная выпечка какие-то кабачки зажаренные вот это я не знаю что перец ну и картошка картошка луковые кольца сосиски и яйца ну и здесь дальше подают есть суп хлеб чай и какой же друзья что могу сказать про этот отель меня он очень понравился здесь было чисто уютно завтрак несмотря на то что не очень большой но мне понравилось поэтому будучи в коне будем останавливать но что друзья я уже вышла из гостиницы сейчас жду маршрутку чтобы доехать до одного удивительного парка там какие-то огромные скульптуры дома миниатюре в общем жду маршрутку вот так посреди машины такси в коне выглядит вот таким вот образом и на них можно доехать из центра в любой район но и конечно же до автовокзала и до любых достопримечательностей я вот так вот стою на дороге и жду я нахожусь в центре здесь был мой отель а ехать мне нужно через весь город вот до этого парка тематического парка сказали ехать примерно 6 километров но по времени сейчас 12 05 посмотрим сколько времени это займет вот так вот выглядит наша маршрутка проезд стоит 2 лиры 25 круши и что мне понравилось в коне что маршрутки ходят очень часто идут во все во все районы города один совет от меня когда вы путешествуете по турции или по другим странам но особенно по турции всегда спрашиваете у местных куда вам нужно и как туда доехать или дойти вот утром мне нужно было узнать где мне снять денежку в банкомате где мне купить карточку на метро и на автобус и как мне доехать до этого парк так вот когда я сняла денежки когда я спросила на ресепшене в отеле оказалось что мне карточку на метро покупать совершенно не нужно что мне просто можно снять деньги и вот в таких вот маленьких маршрутках они принимают наличку поэтому всегда спрашивайте у местных всегда где бы вы где бы вы не находились вы это можете сделать и в отеле на ресепшене и в фейсбуке потому что в интернете обычно очень мало информации и так же я скачала приложение по коне как добраться с одного места другой и по этому приложению мне пришлось бы пересаживаться на три разных автобуса а так маршрутка меня довезет прям до парков которые мне нужно и пока еду тоже хочу вам сказать многие наверное думают ой зачем она с одного автобуса на другой уходит спрашивает это же такой стресс это же тяжело на самом деле нет потому что я не люблю ездить на такси и тоже когда сайханом мы путешествуем мы не ездим на такси причем потому что мы хотим увидеть вот живет город какие люди как выг Heinit общественный транспорт насколько он приспособлен насколько город приспособлен для людей насколько общественный транспорт комфортный поэтому с таким же успехом можно доехать на общественном транспорте слава богу сеть Systems with the show серия очень хорошо выстроил И городской транспорт очень хорошо приспособлен. Поэтому путешествуйте и не бойтесь. Даже в одиночку, как я делаю на улице. Сейчас, друзья, мы проезжаем мимо вот этой зеленой площади. Это огромный парк, где... Мы проехали уже, там были детские площадки. Эти зоны для пикников. В общем, очень-очень красивый парк. И приближаемся уже к нашему тематическому парку. Сколько мы едем? Едем всего 15 минут. А в том приложении мне было сказано, что нужно ехать целых 57 минут. Понимаете? Все, моя маршруточка уехала. И вот он парк, друзья. Здесь какая-то вывеска. И вот так вот выглядит вход в сам парк. Говорят, что парк очень большой. И я прочитала отзывы иностранцев. Говорят, что в этом парке ты попадаешь вообще в какое-то другое измерение. В общем, меньше слов, больше дела. Пойдемте все смотреть. Смотрите, что я здесь вижу. Насретин Ходжи и динозавры. Вот такой вот здесь вход. Здесь покупаем билеты. И сначала посмотрим, что же здесь у нас есть. Вот таким вот образом он выглядит. И много-много всего удивительного. Вход в парк стоит 7 лир всего. И, друзья, как я вам говорила, мне очень понравилось, что в Конье доступны цены на билеты. Не 100, не 50, не даже 20 лир, а 7 лир вход в этот замечательный парк. Для детей, по-моему, вообще одну лиру он только стоит. И смотрите, что у нас здесь. Мини-сити, динозавры, какие-то волшебные деревья. Ну, в общем, просто рай и красота. Сейчас будем гулять и все смотреть. Здесь представлены основные мировые достопримечательности. Вот мы видим Тадж-Махал. И, например, мост в Боснии, в мост Тари, где мы также были. Достопримечательности тюркского мира. Вон я вижу мечети, которые построены в Узбекистане. В общем, здесь много-много всего, всего интересного. А здесь представлена одна из главных площадей Стамбула, старый хамам. Мне, конечно же, Айя-София. Напишите, кто из вас был в Айя-Софии. Мы были очень много раз. Если вы не были, обязательно приезжайте в Стамбул. Стамбул мы посетим совсем скоро. А здесь у нас представлено Саукчешмесу Кау, который находится в городе... Тоже в Стамбуле, около сарая Топкапы. Также здесь есть парк динозавров. Где представлено много-много динозавров. Говорят, что они даже двигаются. А вот один из самых крупных динозавров. О, они еще так устрашающе рчат и двируются. Стираквазаур. Динозавр очень реалистично выглядит. Он двигается, представляете? Потрясающе. А вот это спинозавр. Представляете, какая мощь! Потрясающе. Здесь маленькие динозаврики. Не помню, как они это называются. У нас в детстве была раскраска с динозаврами. Пачисепхалосаур. У нас была в детстве раскраска. И мы всех динозавров знали. Посмотрите, какой мощный! Ничего себе! Ничего себе! А вот этот поменьше. Как они орут, а коза... Такое ощущение, что ты реально среди динозавров входишь в живых. Посмотрите, он даже хвостом машет. А как громко кричат! В общем, друзья, если вы хотите увидеть динозавров и как они выглядели в натуральную величину, приезжайте сюда. Здесь они везде. Такое ощущение, что они правда, что они правда живые. Страшно. А вот он самый большой и, наверное, страшный динозавр. Тирекс, Тирекс, Тирекс. Он был очень страшный и кушал всех, кого видел на своем пути. Вот это апатозаур и яйцо апатозавра. И вот он, Тирекс. Супер мощный динозавр. А вот это сейсмозаур. Он мог достигать в длину 45 метров. Посмотрите, по сравнению со мной, какая махина! Просто невероятно! Друзья, как вы думаете? Вот я хожу и думаю, откуда люди знают, как они выглядели. Вот они прям до мельчайших деталей все сконструировали. Как вы думаете, существовали ли динозавры на самом деле? Как вы думаете, напишите в комментариях. Очень, очень интересно. Очень интересно, конечно, и разнообразно наша планета. Ну и, конечно же, приезжайте в этот парк с детьми, и это будет просто полный восторг. Также на выходе из парка динозавров здесь есть другой парк различных мультяшных героев. И вот, например, там мы видим Халка и Супермена. Вот он, Супермен, Халк, Бэтмен. А вот это кто? Я не знаю, кто это. Джокер? Здесь у нас Астерикс, Абеликс. А вот Белоснежка и Семь гномов. Я видела Флинстонов. Еще всяких разных сказочных персонажей. И вон там какой-то волшебный замок, наверное, Аладдина. Это сам Аладдин, Джин и его волшебный замок. Также есть из турецких мультиков герои. Кадырга. И волшебный сказочный корабль. Вот они, Шрек и Фиона. И всякие разные другие сказочные герои. Очень красиво выглядят со стороны вот такой вот речки. Все домики стоят прям действительно сахарное царство. Ну, как, если дословно переводить. А представьте, как здесь красиво летом, когда все цветет. Трава зеленая, куча цветов. Просто невероятно. Даже Каспер здесь есть. И привидения. Все мультики из нашего детства. Видея из музея сказок, мы попадаем опять в музей миниатюр, где можно увидеть различные достопримечательности тюркского мира. Подобные музеи, друзья, есть в Анталье, мини-сити. Есть в Аскешхире мы были. В Стамбуле точно есть. Во многих городах Турции есть. И теперь вы знаете, что он есть и в Коне. Смотрите, с какими мельчайшими деталями все вот эти вот миниатюры проработаны. Просто потрясающе. Как вы думаете, где расположено это здание? Это в Казахстане. Ахмед Есеви. А это колонн, минарет Колонн в Узбекистане. Ну и, конечно же, Тадж-Махал. Самое главное и самое красивое сооружение тюркского мира. Невероятно красивое. В Индии мы еще не были. Кто был в Индии, пишите в комментариях. В Индии мы еще не были. Но в ближайшем будущем собираемся туда поехать. И, конечно же, поедем в Агру и посмотрим, как выглядит Тадж-Махал. Был он построен в 1593 году. А, нет, Шах-Джихан, который жил в 593-66. Вот во время его правления в 1532 году 20 лет длилось строительство Тадж-Махала. Ну что, дорогие друзья, мои выходные в Кони заканчиваются. Уезжать совсем не хочется. И знаете что? Мне кажется, что у меня появился еще один любимый город. В Турции после Стамбула, Эски-Шахира, это стало Кони. Это точно Кони, потому что здесь еще столько всего можно посмотреть. Так хочется сюда приехать снова. В общем, очень мне понравилось. Через 2 часа у меня обратный автобус в Аланью. И, конечно же, приглашаю вас всех, когда вы будете летом в Аланью, в Анталии, обязательно приезжайте в Кони. И сейчас я поеду в центр покушать традиционный Этли Экмек из Кони. И потихонечку буду ехать в сторону автовокзала. Поэтому в этом видео я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Приезжайте в Турцию, приезжайте в Кони. Приезжайте, исследуйте, изучайте. Здесь столько всего интересного. Всем всего хорошего. Пока-пока. Друзья, и как постскриптум к видео, я увидела здесь красную башню, нашу Аланийскую красную башню. Она тоже является одним из достояния Турции и турецкого мира. Судоверфь. Ну, в общем, также воспроизвели красную башню. И еще один постскриптум. Поскольку здесь этот парк находится далеко-далеко от центра города, чтобы узнать, когда придет автобус, нужно позвонить вот по этому номеру телефона. Видите? И тогда автобус приедет. Ну, мини-бус. В общем, вот такая вот система.